Так, что такое безбелковые отёки? Вот никогда не думала, что человечество вернётся к этому... Я не знаю, как это назвать. К этому. Когда людям не дают есть, когда у людей исчезает еда. Что тогда происходит? Говорят, пухнут с голоду. Это когда каждая клетка недополучает белок. Ибо только белок, кто-то написал онкотическое давление, обладает онкотическим давлением. И это позволяет белку пригласить на себя воду. Например, это белок плазмы крови. Белок под названием гемоглобин. Если гемоглобина мало, у человека будут отёки. Он будет еле-еле таскать ноги. И это будут безбелковые или низкобелковые отёки. Или если человека не кормить, у него будет то же самое. Говорят, с голоду пухнут. Если белок не поставить на место в каждую клеточку, то эта клетка не сможет потреблять воду. Потому что белок, представьте, что это джентльмен, который живёт в однокомнатной квартире студии. И ему иногда нужно пригласить к себе женщину. Женщину зовут Вода. И вот он приглашает, давай со мной жить. И вот Вода приходит к нему и начинает с ним жить в его клетке, в его однокомнатной квартире студии. Вот так это происходит. Если человек не доедает суточную норму белка, то он будет отёчный, пастозный. Он будет некрасиво выглядеть. Просто он будет некрасиво выглядеть. Значит, трогаешь такого человека, трогаешь такого человека, а ваши пальцы прямо в него погружаются. Настолько у него кожа нетургерная. Вот по лицу иногда это можно определить и так далее. Вот прям погружаются пальчики. Попробуйте пощупать разных людей. Попробуйте пощупать и получить это ощущение. Потом пощупайте себя и сравните. Что мы делаем? Что мы делаем? Как мы боремся с этим отёком на первой ступени? Мы просто считаем суточную норму белка и прекращаем с этого момента просто есть. Друзья, каждая еда должно быть достижением научного понимания вашим достижением в научном плане. Я понял, как я работаю внутри и как мне себя кормить. То есть у нас каждая тарелка – это математический расчёт. Поначалу, а потом уже легко становится. Один раз понял и всю жизнь применяешь результат. Итак, причина мембранных, мы назовём их отёков, недостаток белка. Недостаток белка в плазме. Некому удерживать воду в кровеносном русле. И кровь будет густая и склонная к тромбозам. Недостаток белка в клетке. Некому удерживать воду. И клетка какая будет? Низко-тургерная. То есть она не будет прям наполненная изнутри. Она будет задавленная снаружи. Снаружи вот этой отёчной жидкостью. Понятно? И вот эти вот картинки. Итак, смотрите. Пирамида потребностей человеческого тела. Пирамида потребностей человеческого тела. Есть пирамида потребностей масла, а у нас пирамида потребностей человеческого тела. На нулевой ступеньке мы возвращаем капиллярные сети. На первой ступеньке мы возвращаем белок, ставим его на место. И только после этого, друзья, мы идем на вторую ступень, в водную ступень и начинаем распаиваться. Как ни странно, если вы не распаились, если вы в течение дня используете только кофе, чай, алкогольные напитки и сладкие напитки, все четыре вида обезвоживающих напитков, кроме просто обычной воды, у вас будут сохраняться отеки, даже если вроде бы вы все остальное сделали. Почему у меня вторая ступень после первой? Я сначала джентльменов поселила в их клетке, чтобы они могли пригласить к себе воду, понимаете?